В предыдущем нашем выступлении мы обозначили основные направления детской и подростковой гинекологии, обозначили ту патологию, которая чаще встречается в детском и подростковом возрасте, и обозначили те группы пациентов, которые должны обращаться к детскому гинекологу в той или иной ситуации. Сегодняшняя тема нашего выступления будет посвящена вакцинопрофилактике вируса папилломы человека. Почему эта тема сейчас актуальна? Потому что было доказано, что вирус папилломы человека является основным патогенетическим моментом заболеваний, вызывающим рак шейки матки. И почему это важно, особенно в детском и подростковом возрасте? Потому что патология шейки матки, которая у нас возникает в детском и подростковом возрасте, то есть те фоновые заболевания, которые возникают у подростков, они могут в дальнейшем провоцировать возникновение рака шейки матки. В настоящее время рак шейки матки довольно-таки распространенное заболевание и занимает третье место в мире по распространенности среди онкологической патологии у женщин. Мы должны предотвратить это заболевание, начиная с детского и подросткового возраста. Я хотел в двух словах остановиться на основных анатомических особенностях, патофизиологических особенностях подросткового возраста, в частности патологии шейки матки, то есть на фоновых заболеваниях. Фоновые заболевания – это те заболевания, которые могут развиваться у подростков с их половым дебютом, то есть с начала половой жизни. Патология у подростков, то есть существует такое понятие, как девочка, девушка – это не женщина в миниатюре, это особый организм с его генетическими особенностями, с его гормональными особенностями, с его особенностями микрофлоры, как желудочно-кишечного тракта, так и микрофлоры влагалища. Поэтому мы на приеме уделяем большое внимание этой патологии и начинаем диагностировать фоновые заболевания шейки матки уже с начала полового дебюта, то есть с момента вступления девочки, девушки во взрослую жизнь, половую жизнь. Как уже мы говорили, что в 95% случаях рака шейки матки вызывает вирус папиллома человека. Абсолютно изменилась стратегия и тактика лечения, введения этих пациентов, когда в 2008 году немецкий ученый Харальд Цурхаузен, который был удостоен Нобелевской премии за открытие вируса папиллома человека, и доказал, что именно 95%, то есть в 95% случаях биопатов рака шейки матки были обнаружены вирус папиллома человека. С этого момента начала новая эпоха в лечении и профилактике рака шейки матки. Я хотел бы еще остановиться на особенностях вируса папиллома человека. Почему этот вирус так актуален, так опасен в развитии рака шейки матки? Известно, что сейчас уже доказано, что существует около 250 видов вируса папиллома человека. Из них для гинекологии значимы примерно 14-15 видов, которые подразделяются на высокоонкогенные и низкоонкогенные типы. По оценке иммунологов, особенностью вируса папиллома человека является слабая выработка антител иммунной системы и отсутствие вируса в крови, что, соответственно, в отличие от других инфекционных агентов, не включает иммунную систему и не вырабатывает специфических иммуноглобулинов. То есть вирус папилломы обладает эпителеморфностью, то есть действует на эпителий местно. Это нам позволяет диагностировать на ранних стадиях, то есть существуют такие приборы, как кальпоскоп, которые позволяют зафиксировать изменение шейки матки уже на ранних стадиях появления вируса изменения шейки матки под действием вируса папиллома человека. Но особо пугаться появления вируса папиллома человека не стоит. Почему? Потому что 80% вируса папилломы элиминируется в первые полугода до двух лет. Это без учета того, что если у девушки нет каких-то фоновых заболеваний, в частности заболеваний, которые передаются половым путем, таких как хламидиоз, мекоплазмоз, уреоплазма, трихомонада, ну и другие виды. Как я же сказал, уровень выработки антиген к вирусам папилломы очень низок и непродолжительный. Это не обеспечивает надежную защиту в развитии заболевания и при повторном инфицировании. Снижение иммунитета пациента, в том числе и местного, после заболеваний, передающихся половым путем. Доказательность того, что рак шейки матки является последствием вируса папилломы человека, поставила его в ряд заболеваний, которые потенциально предотвращаются с помощью вакцинации. Здесь хотелось бы развеять, как у нас сейчас модно развеивать различные мифы, вот у нас хотел бы развенчать миф о вредности вакцинации, в периодности вакцинации, потому что сейчас многие пациенты, ну вообще сейчас в обществе существует такое понятие, как вакцинофобия, и особенно, когда человек не знает по заболеваниям вируса папилломы человека, многие пациенты просто отказываются от этой вакцинопрофилактики. Я хотел остановиться на вакцинах, которые сейчас присутствуют, в общем, очертить схемы применения этих вакцин, которые сейчас существуют на рынке Украины. Разработка вакцин против вируса папилломы длится уже около 30 лет. Для создания вакцин против вируса папилломы человека используются наиболее иммуногенные белки на основе самосборки вирусоподобной частицы, которые не содержат ДНК, чего боятся в основном пациенты, что они не способны сами вызывать инфекционный процесс. Это не живые вакцины, это рекомбинированные вирусоподобные частицы, которые придуманы методом генной инженерии и получены синтетическим путем, и не содержат генного материала. В ней нет ДНК вируса папиллома человека. Поэтому при электронной микроскопии она неотличима от вируса вириона папилломы человека и не способна вызвать, инфицировать вирусом папилломы, но может способствовать выработке антиген, нейтрализующих антител, которые при последующем инфицировании будут связываться с капсидом вируса папилломы человека. Онкогенные вирусы папилломы являются не только причиной рака шейки матки, но и таких заболеваний, как рак вульвы и влагалища прямой кишки и гортани. В настоящее время сейчас у нас применяется, в Украине применяется три вида вакцин. Это моновалентная вакцина, которая была разработана только для вируса папилломы человека 16 типа, который является на данный момент самым онкогенным вирусом. Но сейчас постепенно эта моновакцина уступила место бивалентной и квадривалентной вакцины. Бивалентная вакцина направлена на воздействие на вирус папилломы человека 16-18 типа, которая зарегистрирована эта вакцина более чем в 30 странах. В Украине она также зарегистрирована с 2008 года. Вакцина помогает на стадии контакта, тем самым предотвращает внедрение вирусов эпителий и развитие клинических симптомов инфицирования. В составе там вакцины не будем останавливаться более подробно. Теперь касаемо вакцинопрофилактики. Схема вакцинации осуществляется. Желательно, конечно, вакцинацию проводить до начала половой жизни, то есть в подростковом возрасте, примерно с 12 лет. У детей доказано, что можно проводить двукратную вакцинацию. Если у взрослого возраста производится вакцинация, потом через месяц и через 6 месяцев ревакцинация, то у детей 9-14 лет она производится однократно вакцинацией и через 6 месяцев повторная ревакцинация. Даже определяется через 7,5 лет после вакцинации отмечается стойкий титр антител, который соответствует 98%, то есть той вакцины, которую мы ввели 7,5 лет назад. Напряженность иммунитета при вакцинации составляет в 11-13 раз выше, чем при естественном течении вируса папиллома человека. Кроме этого, бивалентная вакцина, она является перепресной эффективностью при таких вирусах, как 31-й, 45-й, 33-й тип, 52-й, 58-й и 59-й тип. Существует квадривалентная вакцина, которая зарегистрирована более чем в 90 странах, направлена против вирусов папилломы человека 16-го, 18-го, так же 6-го и 11-го типа, которые могут вызывать папилломы, экзофитные, кандилломы, а так же рак гортани. Эта вакцина входит в национальный календарь вакцинации подростков Соединенных Штатов Америки, Австралии и ряда других стран, как я уже сказал, в 90-х странах. Перекрестная также у нее есть защита от 10-ти подтипов вируса папилломы человека. Кроме этого, вакцина показана применение не только у девочек, но и у подростков мужского пола, который, как я уже говорил, предохраняет от рака гортани. В настоящее время идут исследования по созданию терапевтических вакцин, которые должны помочь иммунной системе разрушить вирус, индуцировать клеточный иммунный ответ, направленный на элиминацию раковых клеток. Сейчас же также разработана 9-ти валентная вакцина. В принципе, она ничем особо не отличается, только расширенным спектром по отношению к другим видам папилломы человека. Поэтому я хотел в этом сообщении отметить то, что вакцина-профилактика является важным моментом в предохранении девочек, девушек и в дальнейшем женщин от вируса папилломы человека, а в дальнейшем от такого серьезного заболевания, как рак шейки матки. Хотел я еще также отметить, что на приеме мы даем информацию всем подросткам, которые к нам обратились по поводу данного заболевания, объясняем опасность этого заболевания и возможность его пропилактики. Сейчас у нас вот существуют вот такие вот листовочки, которые мы также раздаем девочкам, в котором говорится, что такое рак шейки матки, насколько серьезно и опасно это заболевание, и то, что это заболевание с помощью вакцины можно предотвратить. Но опять же, я хотел бы подчеркнуть еще раз, что эффективность и целесообразность этой вакцины намного будет лучше, если это будет сделано до начала половой жизни.